Здравствуйте! Я приветствую всех на своём канале! Сегодня делаю тонкие блинчики или как их ещё называют налистники, которые хороши и сами по себе. Их можно подавать со сметаной или с вареньем, но также они отлично подходят для того, чтобы заворачивать в них начинку, так как они тонкие, эластичные и не рвутся. Обязательно попробуйте приготовить эти вкусные блины. Я взяла яйца высшей категории, то есть крупные. Если вы берете второй категории, значит нужно взять 4 штуки. Добавляю сахар. Если вы планируете заворачивать в блины не сладкую начинку, значит уменьшите количество сахара. Соль. Размешаю. Добавляю сюда половину порции тёплого молока. Крахмал. Я беру кукурузный. Он больше всего подходит сюда. В принципе, можно его не добавлять, а обойтись только мукой. И муку. Хорошо перемешаю до исчезновения комочков. Выливаю оставшееся молоко. Подсолнечное рафинированное масло. И ещё раз всё хорошо размешаю. Тесто готово. Оно должно быть жидким. И приступаю к выпеканию блинчиков. Хорошо разогретую сковороду перед первым блинчиком можно смазать растительным маслом. Теперь выливаю сюда необходимое количество теста и распределяю. Когда блинчик как бы подсох сверху, а края начали зарумяниваться, его можно перевернуть. жарю с другой стороны буквально несколько секунд и блинчик готов. Его можно убирать. По такому же принципу делаю остальные блины. Блинчики готовы. Посмотрите, какие они получаются тонкие и при этом очень эластичные. Они отлично подходят для того, чтобы в них заворачивать начинку. Конечно, при желании можно сделать ещё тоньше. Если вы предпочитаете более толстые блины, у меня на канале уже есть такой рецепт. Ссылку на него, а также на рецепт блинного пирога, я оставлю под видео. Обязательно попробуйте приготовить такие блинчики и не забудьте оценить рецепт. А также пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Встретимся в следующем видео.